Девы, доброго времени суток! Рада вас приветствовать на своем канале. Меня зовут Ева Лехцер и в текущем видео хочу вам предложить Тароскоп на сентябрь 2018 года. Работать мы сегодня будем с колодой Таро Закона Притяжения. Колода специфичная, оракольного типа. Она отличается от классики не только по своему визуальному ряду, но и с позиции трактовки арканов. По традиции расклад нам покажет общую атмосферу месяца. А также события, которые наиболее вероятно произойдут у вас в сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. И карты дадут вам совет, как наиболее благоприятно и продуктивно провести вам текущий месяц. Хочу напомнить, что расклад выполняется для широкой аудитории. Он не может однозначно проиграться для всех представителей знака Зодиака Девы. Поэтому многим из нас необходимо осмотреть терраскопы не только по знаку Зодиака, но и по знаку своего асцендента в натальной карте. Как его высчитать, в этом вам поможет Google. Вы находите программу, вбиваете свои данные, а именно место, время и дату рождения. И программа вам показывает, в каком знаке находится ваш асцендент. Итак, давайте смотреть ваш прогноз на месяц. Общая атмосфера месяца, события, которые наиболее произойдут в вероятной сфере работы, финансов, здоровья, личной жизни. Карты выпали две, поэтому вот так две кладу. И совет от карты. Давайте смотреть. Итак, общая атмосфера месяца. Общая атмосфера месяца у вас здесь падает карта Жрец, Папа или Аэрофант. О чем говорит карта? Карта для многих может ознаменоваться как вступлением в брак, либо в целом каких-то значимых для вас событий. Это карта ученичества. Это карта наставничества. Вы можете найти себе духовного учителя. Либо в целом это влияние человека старшего на вашу жизнь. Это может быть как отец, брат, дедушка, либо в целом начальник, руководитель, либо зрелый мужчина, который может поменять как поменять ваше мировоззрение, так и изменить вашу жизнь в лучшую сторону. Но в целом это карта следования традиции, религии, каким-то, знаете, устаканивающимся событиям, вот вашему мировоззрению, вашему менталитету. Карта традиции, карта правил, от которых вы не будете в этом месяце отступать. Итак, давайте как же посмотрим, как у вас проиграются все сферы жизни. С позиции работы. С позиции работы здесь у вас падает двойка жезлов. Я вам скажу так. Вы боитесь сам себя, своих возможностей. Потому что вы постоянно пытаетесь убежать от тени. У вас здесь четко прорисована ваша неуверенность в себе, внутренние комплексы, внутренние страхи, которые вы не можете преодолеть с позиции работы. Объясню, как это может отыграться. То есть, либо вы заведомо работаете на работе, которая вам не соответствует, для вас мелковато. Хотя понимаете, что согласно возраста, статуса вам нужно стремиться к большему. Либо вы в целом боитесь, боитесь, скажем так, пробовать себя в чем-то новом. Либо пробовать пытаться трудоустроиться на новую работу, если вы безработный. Либо вы боитесь просить о повышении, либо расширении полномочий, да, должностных инструкций, соответственно, и повышение зарплаты, оплаты вашего труда. Карта внутренних комплексов, внутренней боязни, зажатости. Это все то, что вам нужно в этом месяце будет проработать. Потому что это вам крайне необходимо для вашего карьерного роста и достижения успеха. Кстати, для многих аркан-жрец может еще отыграться как как раз мастер-классы, повышение квалификаций, либо протекция со стороны вашего руководства, начальства, ну и человека, скажем так, для которого вы можете являться фаворитом. Например, если у вас свой бизнес, то кто-то будет вас активно, знаете, как проталкивать, двигать вперед, ознакомить с нужными людьми, помогать вам заводить необходимые связи. В плане финансов, здесь у нас падает Паш Пентакли. Деньги будут, и благодаря вашей умственной активности, потому что карта Паш Пентакли, это карта нового опыта. Здесь вот то, о чем как раз я вам говорила, обучение, тренинги, курсы, семинары, повышение квалификации. Это вот ваша мозговая активность, мозговая деятельность. Возможно, либо куда трудоустроиться, либо где можно совмещать, либо как еще можно найти какую-то подработку. Потому что для вас крайне значим финансовый аспект. С позиции финансов пойдет рост финансов, укрепление ситуации. Почему? Потому что вот подвойки жезлов, это может быть получение из нескольких источников доходов. Ну, допустим, основной вид деятельности и второй, знаете, как шабашка. Ну вот, как есть, так и озвучиваю. Так, давайте смотреть, что же вас ждет в плане здоровья. Так, а вот в плане здоровья, мне здесь не нравится негативная динамика пятерка мечей. Потому что идет спад, либо вашей активности в целом, то есть эмоциональной, физической. Эта карта, знаете, вот, кризиса. Когда могли просто подцепить какое-то ОРВИ, заболеть, знаете, как я говорю, на фоне этого расклеится. Что является, конечно, не совсем правильным. Потому что, в первую очередь, важны ваши внутренние установки. Ну, а в целом, пятерка мечей – это карта отрицательной динамики течения заболевания. То есть, например, если вы думаете, махнули, ай да насморк, не буду лечиться, нет. Тут, например, вы знаете, вот еще сильнее усугубление заболевания, оно вот идет вот внутрь организма. Поэтому берегите себя, забудьтесь о себе и не допускайте, скажем так, какого-то халатного отношения к своему здоровью. Давайте смотреть, что же вас ждет с позиции личной жизни. О, как! Семерка мечей и колесница. Ну, что могу вам сказать? Однозначно здесь у вас идет движение вперед, свет в конце тоннеля. Здесь однозначно вы будете двигаться со своим партнером и партнершей вперед, добиваться новых целей, достигать совместных целей и планов. Здесь также в сентябре месяце вы можете взять на себя, допустим, знаете, какую-то ведущую роль в отношениях. Например, переложить на свои плечи большую часть обязанностей, либо в целом попытаться измениться самому, либо самой для того, чтобы каким-то образом улучшить качество вашей жизни и ваших взаимоотношений. Вот по этим арканам вы четко понимаете, что в данном месте, в данной ситуации отношения зависят от вас, потому что, допустим, вашей партнершей, либо партнеру нужна помощь. Здесь, знаете, вот нужно быть в одной упряжке для того, чтобы к чему-то прийти. Если с позиции, допустим, свободных людей, которые не состоят в отношениях, это может быть поездка на отдых, либо в целом поездка, в которой вы можете с кем-то познакомиться или встретиться. Вот видите, как в светском конце тоннеля для себя неожиданно может случиться какое-то судьбоносное знакомство. Если все-таки вы в отношениях, кстати, в сентябре, конец августа-сентябрь, именно по этим арканам для вас может проиграться совместная поездка куда-либо. Как на отдых, так и в целом, например, на какие-то увеселительные мероприятия. Ну и с позиции совета, о чем же вам говорят арканы? Король Пентаклей. По Королю Пентаклей, кожа железа пока горячо, то есть зарабатываете деньги. Для вас сентябрь это финансовый месяц. По Королю Пентаклей здесь могут быть либо рост доходов, либо в целом какие-то удачные инвестиции или вложения, либо протекция со стороны мужчины, состоявшегося из состоятельного. Это может быть ваш руководитель, который, например, увидит ваш потенциал, скажем так, предложит вам новую должность, либо в целом сделает вам какую-то предбавку к зарплате, потому что увидит в вас перспективы, чем-то вас замотивирует. Соответственно, по Королю Пентаклей для вас эта карта благополучия и состояния. Единственное, с позиции совета, карта говорит о том, что не нужно все спускать на ветер, нужно потихоньку, пусть это будут крохи, но откладывать. Инвестировать в будущее, а не распылять все на ветер. Я понимаю, что у многих тяжелая кризисная ситуация, многие из нас живут от зарплаты до зарплаты, но тем не менее. Пытайтесь. Пусть это будет мизер, пусть это будут какие-то незначительные деньги, но тем не менее. Копейка-рубль бережет. Это для вас совет на сентябрь. Вот таким вот вышел месяц. На самом деле месяц неплохой. Я бы сказала, даже продуктивный. Безусловно, все зависит от вас, как он будет протекать. Ну а я искренне вас благодарю за внимание. Буду вам признательна за обратную связь и ваши комментарии. Для тех, кто хочет получить индивидуальные консультации, ссылки на мои контакты сможете найти под этим видео. Ну а с вами была Ева Лехцер. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok